Реформа правоохранительных органов Буковка Е, которая консервирует коррупционную схему Которая в принципе консервирует ту вертикаль власти, которая у нас существует Если мы говорим о смене названия и смене формы, то это полная профанация Даже если мы говорим о каких-то частичных изменениях в этой системе, то это тоже профанация Поэтому я хотел бы, как всегда у нас в режиме свободного обмена мнениями Как всегда в режиме мозгового штурма проговорить самые фантастические варианты Касаемо возможных форм, видов и критериев реформы правоохранительных органов в этой стране Уточню, что, ну как подается информация, что реформирование именно в свете федерализации Украины Ну потому что, ну я подготовил именно федеративную форму Почему? Потому что и система, и судебная, и правоохранительная система Федеративная система, страны, она в корне отличается от унитарной Чем? Что унитарная идет вертикаль власти, от верховного до низового локального структуры того же МВД и суда А в федеративном это три уровня, которые каждый, ну грубо говоря, девиз один Каждый занимается своим вопросом и своим делом То есть каждый находится в своей юрисдикции и оперирует своим законодательством То есть есть конституции и федеральные законы, есть земельные, условно назовем их законы И есть окружные законы И точно так же действуют и судебные органы, и правоохранительные, и пендициональная система И так далее, все строится по такой же сути Упрощенно называют децентрализованные государства, ну если упрощать Ну это даже в нашем понятии не более чем децентрализован То есть, например, Верховный суд Он совмещает функции Верховного суда и Конституционного суда Потому что он и пломачит принятые законы всех уровней И он разъясняет в соответствии с Конституцией И может отменить любую норму Но в то же время, в отличие от нашего, например, Конституционного закона И его решение прямого действия И его решение является фактически новыми федеральными законами Но есть еще и федеральные суды Так вот, федеральные суды, это не вышестоящие из земельных или окружных Потому что федеральный суд занимается исключительно регулированием В рамках взаимоотношений федерального правительства И нарушения федеральных законов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok